Всем добрый день! Значит, кровать, заготовка, как-то снять особо не получилось по правде сказать, потому что много работы и не поспеваю за всеми и снимать и делать и работать, но все равно будем показывать и рассказывать и делиться своим опытом, будем делиться, конечно. Так, смотрите, что у меня есть. Есть, значит, у меня вот такая кровать, да, в заготовках. И сейчас мне нужно рейку, рейку, вот наверх сделать вот так. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Короче, нужно вот такую рейку сюда, наверх. Это будет наверх. Это понятно, да? Чтобы она была, ну, как грибок все равно, что. Потому что вот так же сверху не будет. Можно и так оставить, но мне кажется, что более правильно это будет сюда рейка. То есть будет вид какой-то более такой завершенный. Так, значит, что я буду делать с этой рейкой? Как я ее буду сюда сажать? Вот так как у меня есть домино-фрезер, значит, буду сажать на доминошки. На доминошки, на пятерочку. Пятерочка, где ты? Где ты? Вот и пятерочка наша. Так, конечно же, самодельные. По этому поводу я показывал и рассказывал. Значит, нужно вот так в ней на рейке сделать фрезеровку под эти доминошки, соответственно. Фрезером. И с этой стороны. Проблема. Значит, когда есть проблема, есть ее решение. Есть проблема, будем ее успешно решать. Не просто такая, успешно решать. Это понятно. Здесь я выставляю глубину. Выставляю, например, там, как на 40. Немножко выше. Фрезерую. Все хорошо. Проблем нет никаких. Так, но что делать вот здесь? Почему? Потому что перепад видно, да? Здесь я выставлю, например, скажем, посередине. То понятно. А здесь как? Вот. Если я просто сделаю вот здесь, скажем, фрезеровки, а здесь по краю не сделаю, будет тоже немножко неправильно. Почему? Потому что при переноске или еще что-нибудь, когда вот рейка будет. Вот, например, как здесь. Будет только вот на этой доминошке, а с краю не будет. Мне кажется, это будет неправильно. С краю тоже должно быть. Как я уже говорил, потому что кто-то возьмет, случайно так, хорошо дернет. И всякое может быть, чтобы она не оторвалась. Короче, нужно сделать усиление. Нужно сделать вот здесь, чтобы была доминошка. По моему понятию. Так. Соответственно, нужно вот эту вот плоскость выровнять, чтобы она была ровная. Чтобы я мог поставить фрезер как на эту плоскость. Соответственно, точно так же на эту, чтобы у меня фрезер подошва не проваливалась. Что для этого я буду делать? Беру рейку донора. Например. Вот такая рейка. Будет донорская рейка у нас. Значит, я ее буду... Сейчас обрежу строгану, чтобы она у меня была по высоте. Вот как раз. Вот так. Вровень. Например, скажем. Вот здесь две пятерки. Две пятерки. Десять миллиметров будет много. Буду опытным путем. И, скажем так, правильно, не опытным путем, а методом научного, еще раз повторяю, научного втыка. Или примера. Буду делать так, чтобы рейку эту строгануть вровень с этими брусками. Вот эту вот рейку донора. И потом уже на нее буду ставить фрезер. И буду фрезервать. Так. Идея понятна. Да? Сейчас будем до воплощения идти. Я думаю, что такие рейки-доноры в каждой мастерской есть. Обрезаем. На рейсмус. И сюда. Значит, первый момент, который здесь нужно учитывать. Вот когда кора идет на дереве, да, нужно понимать, что в коре может быть и песок, и какой-то еще там всякие ненужные нам материалы излишние. Потому что, когда дерево вылили, понятно, что оно и по песку тащилось в лесу. То есть, это мы понимаем, что, если, например, у вас слишком острые ножи или там острая пила, это учитывайте, что может всяко быть. У меня, например, там пила уже, скажем, немножко такая уже подсаженные ножи, тоже уже немножко подсаженные. То есть, все равно время идет до заточки, то я особо за это не переживаю. Но если у вас там идеально наточенные ножи и пила, или фреза, то с этим нужно быть немножко внимательным. Потому что убрать, например, если здесь какие-то песчинки есть, сами понимаете, что вы их отсюда не уберете. Это так. К слову. С одной стороны нужно вырвить, я строганул с одной стороны и... так. Строганул вровень. Как раз хорошо. Все. И сейчас уже хорошо будет фрезер у меня стоять. Вот. Как здесь, так здесь, так здесь. Все нормально. Ну что. Сейчас фрезерну уже. и вот что получилось. Все идут на одном уровне. вот так вот. Короче, на одной линии. Что и нужно бы доказать. Так. Ну и сейчас уже соответственно будем на этой реликой окно. Здесь смотрите, какой момент возникает. Значит, вот этот вот брусок, да, у меня, например, идет 40 миллиметров. А эта планка, которая будет идти, она примерно где-то 50. То есть получается вот такой грибок. То есть здесь нужно четко рассчитать, чтобы фрезеровка была посередине, ну или не посередине, или опытным путем сделать так, чтобы этот грибок, ну как я его называю, так, был как раз что с одной, что с другой стороны. Хотя он может и сдвигаться здесь, это уже не слишком принципиально, но уже четко нужно рассчитать, чтобы он был соответственно не вровень с кроватью, потому что тогда особые принципа его нет. Это тоже я думаю, что понятно. Ну здесь здесь просто. Здесь нужно лишний раз посмотреть, хорошо разметить, посчитать, не торопиться и все будет нормально. Ну и вот все, что нужно было доказать. Значит здесь соответственно нужно разметить и уже обрезать по длине. Вот что у нас получилось. Примерно так. Четко хорошо совпало, что эта фрезеровка на одной линии идет, что эта фрезеровка идет на одной линии, несмотря на переходы по высоте на самой кровати, на самой детали. Так, ну не знаю, популярно объяснил, вроде объяснил, понятно, но не знаю. Если что-то не понятно, то пишите, звоните, будем дальше объяснять. Ну насколько смог, настолько объяснил. Хотя я говорю, я же не учитель, а только так, что знаю, то и рассказываю. Понятно, да? Кому понятно, хорошо, кому непонятно, будем дальше объяснять. Насколько смог, настолько объяснил. Все, спасибо за внимание, до свидания. По поводу этих кроватей на нашем ютубе много есть, я показывал и рассказывал, и по дизайну, и по всему остальному, эти вот кровати тоже есть, но там немножко они массивнее, немножко по-другому. Ну там можно поискать, если будет время, я поищу, есть ссылочку скину. Попробую, если будет время. Так, все, спасибо за внимание, вот такое видео, вот такая моя ну не рекомендации, а деление опыта. Все, до свидания.